Под руководством офицеров российской армии в Светогорской школе работает кадетский класс, попасть в который мечтают все мальчишки и девчонки. О военно-патриотическом воспитании на приграничной территории в сюжете нашего корреспондента. Город Светогорск расположен на самой границе с Финляндией. У многих здешних ребятишек, отцы или старшие друзья-пограничники, много здесь и ветеранов афганской войны, объединенных в свою организацию. И пограничники, и ветераны часто встречаются со школьниками, воспитывают их истинными патриотами и в родной Светогорской средней школе. Здание построено финнами еще в 1939 году. Здесь учатся в 48 классах 1270 ребят. На школе мемориальная доска. Калмыков Максим Николаевич. 24 года парню. Служил в Чечне, служил контрактником. Проходила операция по разминированию определенной территории. Рядом с ним были солдаты-срочники. Он обнаружил взрывное устройство и послал за офицером. Когда подходил офицер, он опытным взглядом увидел, что устройство начинает взрываться. И чтобы не пострадали те ребята-срочники, которые рядом находятся, офицер, который приближается, он закрыл своим телом это взрывное устройство. Он погиб. Но его товарищи остались живы. И вот, имея перед глазами такой пример, часто встречая маму погибшего героя, ученики школы решили создать зал воинской славы. А помог им в воплощении замысла генеральный директор Светогорской жилищно-коммунальной компании Сергей Исаев. Зал боевой славы был открыт 8 мая 2014 года. В последнее время популярны проектные формы работы, где группа ребят объединяется и работает над каким-то проектом. Вот таким связующим звеном для такой работы стало 9 мая, праздник Победы. В Светогорской школе уже два года работает под руководством офицеров-пограничников престижный кадетский класс. Отличившиеся получают почетные зеленые береты.